И, в общем-то, они достаточно интересно, видите, смотрятся, собираются быстро. С другой стороны, это полноценные теплоемкие печи. Вся таблицовка здесь полностью готовится, и потом делается полностью контрольная ее сборка. Вся внутрянка делается из шамутного кирпича. Печь, собственно говоря, в методическом кожухе, она стоит очень долго и позволяет очень легко отремонтировать. Настил снимается. Кирпич огнеупорный пилится очень хорошо. Это вот огнеупорный кирпич. Но он покрашен. Ну, это цех готовых печей и каминов. Здесь делается таблицовка. Облицовка может выполняться из талькохлорида, талько-бетона обычного, талько-бетона иней. Или из талько-бетона облицована или плиткой, или из рассол. Вся таблицовка здесь полностью готовится. И потом делается полностью контрольная ее сборка. Вся внутрянка делается из шамутного кирпича. Там чертежи тоже подробные, каждого ряда. Они здесь все полностью напиливаются. И так же делается контрольная сборка. Не вместе? Не вместе. То есть, там зазор выдержан. Поэтому нет смысла вместе ставить и лепить. И после того, когда это все сделано, все это специально упаковывается. Вот у нас, например, заказ салми. То есть, это готовая? Это готовая уже облицовка и внутрянка к отправке. Да, облицовка и сердечник. Туда все вошло. И фурнитура, и сердечник, и облицовка. А склеиваете чем? Плиты. Плиты мы склеиваем, если это талько-хлорид, то мы склеиваем жидким стеклом с добавлением пыли и талько-хлорида. То есть, шва не видно получается? Ну, шва практически, он там минимальный получается. Ну, и соединяем. Вот здесь есть специальное, видите, пропилы. Сюда вкладываются специальные пластины. Ну, и все это полируется, подгоняется. Видите, вот оно все подготовлено. И выпускается целая серия таких печей. У нас там есть каталог. Называется это бренд Купари. И мы их активно выпускаем. Мы сегодня будем у нас в этом магазине. И там они выставлены просто. То есть, там живое можно? Да, там живое можно это увидеть. Вот. И вот такой цех. Он здесь обычно работают вдвоем. Сейчас он на обеде. Значит. По станкам гораздо больше или там операции разные? Разные операции на каждом станке разные. Как бы под углом запил пропил. Там два станка, которые готовят сердечник. Там пропил горизонтальный. То есть, там шлифовальный станок. И все это вот здесь изготавливается. Ну, печь изготавливается примерно от 4 до 8 дней рабочих. Одна. Одна. Ну, и сердечники. Да, все вместе. Да, вот он завез материал. И через 4-8 дней выдает вот такие два поддона. Ну, это здесь еще, наверное, аукивается на Науне или как там, эти были только хлоридные печь? Ну, в какой-то мере, конечно, мы этот опыт переняли в какой-то части. Вот. Но здесь у нас есть свой разработчик. И он действующий печник. Он все это разработал. И, значит, так как меняется материал, меняется еще что-то, он сразу носит коррективы. И выдается пакет чертежей. Нет, не видно его здесь. Вот. И там каждый элемент подробно расписан. То есть, и собрать по этому чертежу? Да. Да. И когда печник получает, он собирает. Но мы стараемся, чтобы собирали только сертифицированные печники. Вот у нас 10 февраля будет проходить семинар обучения. И мы там будем собирать, там видели, если обратили меня, две разобранные печи. Вот во время семинара мы эти две печи на сухо соберем. Вот. И покажем, как, ответим на все вопросы. Понятно. И в этот же момент сертифицируете это? Да. Да, выдаем документ. Ну, мы берем печников обычно не нулевых, а уже кто. И мы же не будем ездить по всей стране. Отправили туда, человек уже прошел здесь обучение, он собирает. Ну, и печи эти потихоньку-потихоньку набирают обороты. И я думаю, в следующем году мы уже такой приличный их объем выдадим. Потому что сейчас вот два цеха задействованы, и как бы их уже мы можем делать. Потому что раньше мы не могли, не успевали. Мы присутствуем в цехе порошковой окраски. Сюда приходят с цеха металлоконструкции изделия, которые там сварены, заготовлены. И здесь они разбираются, зачищаются, обрабатываются. И после этого наносится порошковая окраска, и она проходит термообработку. Здесь порядка 20 различных цветов. И, в общем-то, цех работает достаточно плотно, спокойно. И вся печная продукция, как правило, красится. Ну, нужно обратить единственное внимание, что кроме обычной порошковой краски, которая выдерживает температуру 200 градусов, существует термокраска. И все плоскости вокруг топочных дверок, все металлоконструкции мы обрабатываем термической краской, которая держит повышенную температуру. И они уже пойдут на склад, там они будут прикручиваться к поддону, и укрываться, и уже в магазин, или на склад выкладываться, и потом продаваться. Да, вот сама идея. Ну, мы, наверное, в открытом виде поговорим. Да, лучше расскажем. Покажем, потому что, ну, не знаю, мне понравилось, потому что, зная, как, когда ломаются или там ремонтируются печи простые. Ну, вот у нас много, там, удачных печей. То, как правило, это как раз вот эта топочная часть. Все остальное, щиток все стоит, без трещин, отопочная часть хламы, там, развалилась. А эта печь, собственно говоря, в металлическом кожухе, она стоит очень долго и позволяет очень легко отремонтировать. Настил снимается, и происходит ремонт. То есть быстро вытащил, и... Да, отремонтировал, забрал, и ладно. А с каркасом практически ничего не происходит. Ну, и смотрится он так... Да, и смотрится он достойно. Достойно. Сейчас мы находимся в торговом центре центра КАМИ и поговорим как раз о некоторых интересных элементах, которых не встретишь нигде. Сергей Иванович, расскажите про вот эти конструкции. Для чего они делаются и что они дают? Ну, это, если говорить о классификации печей, то это отопительно-варочная печь в металлическом кожухе. И у нас как-то сложилась традиция, мы их делаем давно уже, больше 20 лет, и до этого в Карелии их выпускали. Ну, мы эту тему как-то развили, и она очень хорошо прижилась в Карелии. Значит, это кожухи, которые делаются под кирпичную специальную укладку. И в этот кожух закреплены и духовка, и дверка отопительная, и дверка Зольникова, и поддувала. И эти каркасы позволяют печам очень хорошо работать, потому что кирпич снаружи не выдавливается, не сыплется. И, в общем-то, получается, что очень долго они стоят и очень надежно стоят. А второй очень хороший момент – это то, что они очень ремонтно пригодны. снял настил, все видно, перебрал. Это занимает там, ну, максимум полдня. И, в общем-то, печь опять как новая. Ремонт готов. Да, ремонт готов. Ну, и они разного типа. У нас порядка 13 различных вариантов их. И, в общем-то, под каждый вариант у нас напилены свои каркасы, или можно заказать, не свои каркасы, а свои комплекты кирпичей. И поэтому они, как бы, очень широко пользуются популярностью. И в Карелии мы их ставим сотнями. Я считаю, что на сегодняшний день это направление недооценивано. Потому что мы приезжаем иногда на обследование, когда печь без каркаса, она уже, смотреть, как говорят, больно. А в каркасе она как работала, так и работала. Ну, это основная же болезнь печи, это топочная часть, которая перекладывается, Да, разрушается. Ну, нужно, я сейчас привожу такой пример. Мы приехали год назад в собачий приют, и там 10 лет на этих печах готовили. То есть и каждое утро, с 9 утра до 3 дня их топили. И, в общем-то, каркасы еще были живые. Конечно, они уже были где-то прогоревшие, где-то разрушены. Но в таком темпе эксплуатировать 10 лет печи, это, конечно, о многом говорит. Причем их эксплуатируемые там 6-7 часов в день. То есть, по сути, это и экономия являлась. То есть, им бы пришлось каждый год ремонтировать, а тут за счет каркаса она как минимум держит основу, не выпадает. Конечно, это очень важно было. Ну, так как они уже, в общем-то, отработали, мы поменяли каркасы, сделали усиление, и, в общем-то, приют работает, как бы не нарадуется, обращается к нам, говорит, все-все хорошо. А вообще, вот транспортировать их, то есть, они уже готовы, нельзя их сложить вот так, чтобы они как стопочкой... Это нет, но они крепятся на поддон, делается под них специальный поддон, закрепляется, туда закладываются все запчасти, инструкции и прочее, и встречаются все это дело. И если это не какие-то большие расстояния, то это, в общем-то, хватает. А если расстояние большие, то мы делаем деревянную жесткую упаковку. Мы обрешетку ставим? Да, обрешетку ставим, и он доходит уже нормально. Для подключения каркасов разработан специальный патрубок. И этот патрубок решает, где его врезать, уже печник. Смотрит, как лучше расположить печь, и вырезает под него отверстие в каркасе, и вводит вкладку, и прокладывает изолирующей полокладкой. Это, как правило, керамическая плита Avantex. Значит, это у нас уже готовая каркаса, а когда все-таки хотят из кирпича сделать, мы верх плита оформляем вот таким видом, такими изделиями. И эти изделия тоже пользуются спросом, потому что положил сверху на кирпич, и, в общем-то, она оформлена. Я хотел бы обратить внимание на сборные печи. То есть мы давно этим направлением занимаемся, и одна из первых печей, это печь, сделанная из кирпича, она полностью напилена, она, вся разработка сделана, и она собирается за счет того, что все здесь заготовлено, она собирается в течение трех дней, потому что распиловки никакой не надо. С ней выдается порядовка. И эта печь мы назвали салми, это крашеный кирпич. Мы стараемся в данном случае, так как кирпич огнеупорной пилится очень хорошо, это вот огнеупорный кирпич, но он покрашен. И мы часто применяем такое решение, когда берем огнеупорный кирпич, красим, вот для сборных печей. Ну, а дальше идет развитие сборных печей следующим образом. Вот у нас печь Вирма, она из трех рядов блоков, и ведь четвертая крышка. Вот блок размер. Вот такой блок приходит. То есть физически ставишь? Да, физически ставишь, и все. А внутри полностью сердечник сделан из огнеупора, опять же все напилено. И монтаж такой печи занимает максимум два дня. Надо с трубой или без трубы? Без трубы. Вот она будет сделана. Ну, если трубу подключить, то сразу можно так. Мы разработали новый материал относительно, это талькобетон, и разработали его два вида. Вот талькобетон обычный. Что он из себя представляет? Это специальный цемент и крошка талькохлорида. И мы такие плиты выпускаем, отливаем, шлифуем, и из этих плит собираем облицовки. Ну, вот, например, фурнитуру эту мы делаем сами, вот эту. Это сталь, или чего? Сталь. Сталь. Мы подсмотрели это в Финляндии. И, в общем-то, активно, достаточно применяем это дело. Вот. Это вот печь, корешка эко, маленькая. Видите, она, как бы, самая маленькая у нас линейка. Ну, в общем-то, тоже она пользуется спросом для дачного строительства. Это отопительно-варочная печь. Опять же, фурнитура вся наша. И обрамление настила, и хлебопилот. Ну, топочная дверка, и прочестная. Талька бетон. Здесь используется белый цемент. Ну, в данном случае турецкий. И, в общем-то, вся облицовка, собранная из талька хлорида, на вот этом цементе. И смотрится, видите, как свежо. Ну, да, как-то интересное. Ну, и так же дизайнеров, кто вписывает, ну, там, какой-то дизайн, может прям зайти хорошо. Да. А вот здесь прочесные дверки. Это прочесные дверки, потому что, я думаю, оборот идет полностью. Ага. Внутри сделан весь сердечник из огнеупора. И, опять же, наша фурнитура все. Марома плитка тоненькая, толщиной 10 миллиметров. Ну, смотрится, печь достойно. Очень интересно. Талькобетон, но обклеенный мраморной плиткой. Вот этот цвет, этот мрамор. Это мрамор. Да, там мрамор натуральный. Нет, его не отваливается. То есть, он крепко держится. Хорошо очень держится. Ну, вот эти технологии отработано, да. Вот талькобетон облицовывание нашей плиткой. Плитку мы назвали «Зыбь». Она дает интересный такой эффект неровности. А с другой стороны, она позволяет скрашивать всякие недочеты. И вот то, что мы видели сегодня в цехол, вот такая печь на двух поддонах, и ребята, раз, и собрали там, где. То есть, отдельная облицовка, отдельная внутренняя часть. Плюс фурнитура. И все, и все составы там, и все. Смесь тоже, это все, да. Все туда входит. Ну, а чаще дымоходы сэндвичные продлеваете или кирпич? Нет. Чаще всего мы, конечно, сэндвич проходим, но он может быть и коренной чаще всего, и этот, надс одной. Разные варианты. У одной или двух моделей, там, не будет надс одного дымохода, а остальных, он так и так варьируется. И, в общем-то, они достаточно интересно, видите, смотрятся, собираются быстро. С другой стороны, это полноценная теплоемкая печь. Ну, я рад, что вы к нам приехали, что посетили, все мы вам показали. Очень такие поездки обычно взаимовыгодны. Я думаю, что сотрудничество у нас будет продолжаться. Мы, в общем-то, многое увидели, друг другу сказали. Ну, я считаю, что вполне как бы успешно. Да, и мы всегда открыты к диалогу, каким-то предложениям в свою сторону и готовы вас поддержать. То есть в любой момент, если идея у нас одна, там, развитие пищного дела, как и пищные, конкурс пищника проводили, то есть сообща мы сила и команда сила. Вместе с ним сделать можно многое. Да, так что давайте дальше продолжать дружить, общаться. Ну, я думаю, что это только все больше и больше просто будет вести. Хорошо. Ладно, все. Давайте. Всего доброго. Ну что, друзья, надеюсь, ролик вам понравился. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, обязательно пишите комментарии, задавайте вопросы. Будем рады на них ответить. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok